Реконструкция Красноармейской казармы. Быт военнослужащих представлен реконструкцией казармы довоенными рисунками, фотографиями на прозрачном экране с обратной проекцией, автором которых является младший лейтенант 84-го стрелкового полка Фадеев, служивший в крепости перед войной. Над солдатской койкой портрет рядового 37-го отдельного батальона связи Андреенкова Анатолия Егоровича, написанный его другом Яковлевым 21 мая 1941 года на куске солдатской простыни. Историю портрета описал сам Анатолий Егорович в письме Музею обороны Брестской крепости в 1989 году. Виталий Леонтьевич Яковлев уроженец Смоленской области. В 1939 году нас призвали в армию в разное время и в разные части. Виталий был рядовым красноармейцем, почтальоном в 31-м автобате. Он в школе преподавал рисование и однажды пообещал нарисовать мой портрет. Мне пришлось от солдатской простыни оторвать кусок материи и передать ему для портрета. Закончил его рисовать, обратите внимание, на портрете надпись 21 мая 1941 год, город Брест, его подпись. Ровно через месяц началась война. Нарисованный портрет я отослал своей матери в Смоленскую область. Мама его получила и через несколько дней началась война. Деревня была оккупирована немцами. Немцы сожгли 167 деревень. Мать забрала мою младшую сестру и брата. Сняли со стены портрет, свернули его, обвязали фартук вокруг себя и убежали в лес. А через 2-3 часа немцы начали сжечь деревню. Сожгли все жилые и нежилые постройки. В 1944 году я имел возможность на несколько дней приехать домой к матери с фронта. Нашел их в сожженной деревне в землянке, где размещалось несколько семей. Там мать и рассказала, как укрывалась от немцев и как прятала портрет. Накануне войны обстановка в пограничной крепости и городе была неспокойной. Участились случаи нарушения государственной границы со стороны фашистской Германии. О приближающейся войне говорили военнослужащие, местные жители. Она чувствовалась во всем. В субботу в крепости было очень весело. Я с детьми была в клубе. Потом всей семьей пошли домой. Жили в серых домах. За северными воротами увидели какую-то странную черную машину. Перед этим были в городе. На рынке было до странного пусто. Встретили знакомую польку. И она сказала, что будет война. Таким запомнился день 21 июня 1941 года жене начальника штаба 84-го стрелкового полка майора Белика. Реконструкция звездного неба в трехарочных воротах и звуки последней мирной ночи, журчание воды в реках, звук цикад, пение ночных птиц, дают представление о том, что гарнизон крепости спал спокойным сном. А на противоположной стороне западного буга солдаты вермахта проводили последние приготовления перед нападением на Советский Союз.